Ну что, друзья, всем привет, с вами Клауд. Меня попросили прямо очень настойчиво, а почему так медленно всё идёт? Что происходит? Чё, всё стало всё медленным? А всё медленным, друзья, потому что очень лагает корабль, но надеюсь, когда он поплыём, он разлагается, всё будет нормально. Гайд, очень крутой, естественно, он построен в инвест режиме, но мне больше всего понравилось то, что у него очень крутой кокпит, то есть очень крутая у него палуба и управление кораблём, там очень много электроники круто сделано. Это исследовательский корабль, насколько я понял из названия, под названием Косуганосора. Пойдёмте сразу на палубу, посмотрим, может быть, как очень не кисло так нарисован. Внутри, снаружи, у нас какое-то каюта, отделение. Это душ, что ли, такой? Ну да. Вот, смотрите, есть очень крутая система управления, прям вот. Я вот на это смотрю и офигеваю, на самом деле. И фпс здесь даже лучше стал, блин. Такое чувство, везде мониторы. Это всё, когда запускается, всё очень красиво выглядит, судя по всему, по скриншотам. Осталось понять, как это всё дело запустить. Кстати, друзья, здесь ещё такая вот каюта Адмирала, и она, по-моему, очень крутая. Да, даже с карты, смотрите. Лейзер не работает. Видимо, для вида сделали. Нагреватель. Либо, может, просто питания нету. И тут даже компьютер есть, смотрите, везде. Даже прям реально какой-то блок сделали. Вентилятор, а, ну это просто покрасили. Ну да, 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 чего это я? Ладно, тут тоже чуть не работает, опять же искать питание. Помимо прочего, видите, здесь очень много всяких кают для экипажа. Ну, вот три каюта большие, но они все-таки приятные. Нет, это уже, по-моему, на палубку подниматься. Нифига себе, что здесь творится? Ещё что-то нашёл, смотрите. Это, видимо, управление задней части корабля. Офигеть. Надо тоже сказать, что это не работает, потому что опять нужно искать питание. Нижний опалубок, смотрите. Точнее, нижний кокпит. И тоже кучу, кучу, кучу электроники. Вы только на это посмотрите, как это круто. Смотрите, что я ещё нашёл. Вот тут написано, что это корабль. Косуганусор. Анимешно такое. Ладно, идём вниз. Тут у нас, получается, судя по всему, кухня. Да, холодильник, плита. Тоже всё очень грамотно и красиво сделано. Вот наше такое. Боковое отделение. Судя по всему, склад. Туалетная бумага, всякая фигня. И тоже, смыть, много всего. А вот, кстати, машинное отделение. Тут надо, судя по всему, всё будет рубать. Ребят, смыть, сколько же здесь рубильников. Вы только на это посмотрите. Охренеть. Не зря, конечно, что самое, очень кровать по электронике. Потому что электроники здесь просто охренеть много. Итак, главное рубить главный рубильник. Вот этот вот ESIERA и Navigation. Тут, по-прочему, всё питание всего корабля. То есть здесь и палубы, то подобное. Почему такой гудок только заедает. Дальше мы запускаем с вами двигатели. Двигатель 1. Я уже подал напряжение на двигателе. Вон там уже включены были. Двигатель 2. И двигатель 3. Запускаем. Система загорается. Запускаем также генераторы. Обязательно. Сейчас система в итоге с двигателем запущена. Как видите, здесь всё начинает работать. Куча всего показывается. Топливо, сколько осталось. Узлов и тому подобное. Теперь нужно, судя по всему, уже возвращаться. Это где-то дёрнул гудок. И он теперь заклинился. Смотрите, как классно теперь показывать. Свои сосядов. Офигенно, да? Куча всяких параметров. Всё запрограммировано. Причём-то снизу и сверху всё показывает. Я ещё не всё включил. Очень много электроники. Прям супер. Чуваку очень долго. Это строил корабль. Это самый какой-то корабль по электронике, как я уже говорил. Тут у нас кресло навигатора. Давайте тоже его включим. Показываю какую-то камеру. И что мы видим? Давайте выберём ночной режим. По-моему, тут есть уже такой вот IR-мод, да? Ночной режим. Так, ну у нас кресло инженера ещё есть. Давайте тоже его включим. Вырубим камеру. Показывает количество топлива. Нагрев. Прям нарисован, смотрите, корабль. Офигеть. Так, тут тоже всё включено. В принципе, ничего нафиг не нужно. А это у нас что такое? Интересно. Давайте посмотрим. Ага, показывает, видите, трим корабля. И показывает также хилинг корабля. По-моему прочему, показывает какой-то, в общем-то, топливный бак. Наверное, не тот, не топливный бак, это какой-то, может быть, балласт. Показывает, в общем, очень много приборов. Мы задолбёмся здесь разбираться, здесь какие-то балластные системы и тому подобное. Вот, как видите, корпус корабля нарисован. Получается. У меня гудок уже задолбал. Давайте выключим сейчас, он такой, надо бы найти. Я выключил. Ну, давайте потихонечку поплыём. Полный газ. Только, кстати, смотрите, как снова работать, смотрите. Система графики, электроники работают. Офигеть. Аж такой аж и си я не знаю. Блин, что-то мы там врезались. А, я так понимаю, это скорость показывает. Эр, это задняя передача, может, это топливо. Никак, сажи, не подписывается, надо догадываться самому. Ну, круто. Так, слушайте, ну, ночь это прикольная, но давайте всё-таки сделаем себе не ночь. Пускай будет день. Так, мы отплываем. Всё, хорошо, немножко не пошли повреждения. Ничего страшного. Нажимаем сюда, получаем радар какой-то, да? Угу. В общем-то, реальный радар какой-то, по-моему, показывает. А, да, остров показывает, да? Мы же там были около острова. Или что в этом роде? А, можно быстрый вариант радара выбрать. Маленький радар. И можно, я так понимаю, масштаб менять. Офигеть. А это у нас такое. А, это градус, как поворачиваться, я вас понял. Офигенно, да? Замедляемся. Видите, прям вот эти руды показывает. Это графика сделана. Так классно. Это то, что я хочу научиться. Ну, чувак очень сильно смотрел другие видео. То есть, как это всё делается и делал. Ну, там он рассказывал описание какой-то постройки. И там прямо очень много людей, которые помогали ему взять этот корабль. Очень куда-то получилось. Так же вот эта штука R, это показывает направление лево-право. Мы можем меняться. Давайте посмотрим внешней стороны. Да, к нему-ка также ещё есть вот такие вот баки специальные. Точнее, контейнеры, куда-то сюда вот крепятся сверху. Вот на этой вот штуке. А впереди вот у неё открывается и поднимается с гигантской такая лапа. А вот она отсюда выдвигается, чтобы тушить пожары. Но мне больше всего прикал, как сделана электроника. Это просто шедеврально. По-прочему, у нас сами есть ещё боковые двигатели вот этой штуки. Это трассит, отвечает за боковое движение корабля. Вот мы можем управлять. Вот видите? Показ тоже графический мощный показ. Тоже круто сделано. Так, какой-то выскочил предупреждение. Видимо, нам скоро хана будет. Давайте посмотрим, может быть, у инженера что выскочил. Нормально так пропесочил корабль. Бывает. GCBet написано. Наверное, батарея. Наверное, проблема с батареей, скорее всего, я так подозреваю. Потому что я там как-то по странному перерубил генератор. И, возможно, с этим проблем. У нас система автопилота. И тоже можно врубать. Тогда, допустим, задали курс. Нажимаете кнопочку. И видите, появляется такая штука. И он по какому-то курсу, который раньше был введён. По нулевым курсам, конечно, пытается куда-то уехать. Но это нам не нужно. Пока двигаемся прямо. Пойдёмте посмотрим, что там внизу. Так, у нас какой-то ещё один телевизор есть. Ага, вот, наверное, кнопка, да? Ага. А, показывает базу, откуда мы с вами ушли. Кстати, у неё есть приближение, судя по всему, да? А, можно точки добавлять. Координаты, офигеть. Круто. Вот мы здесь вот и находимся. Чего, я могу эту карту двигать, смотрите? Масштаб прикольный сделан. Так, хорошо. Пойдёмте вниз. Там внизу тоже очень много всяких приб... А где дверь? Ты сломалась и открылась. Нормально. Так, с этой стороны у нас тоже очень много приборов. Надо тоже их все попробовать посмотреть, что это такое. Это удалённое правильнее видео. Но нам нужно выбрать частоту. Ну, хоть какая-то частота, к сожалению, я не знаю. Парень вот не писал, поэтому наугад право им нет. Наугад мы тоже не знаем, какая там частота. Я так понимаю, мы можем подрубаться камерам на определенных частотах. Просто я, к сожалению, пока не знаю. Это что у нас такое? Это узлы. Это курс. Всё, понял. Так, что у нас здесь вот показывает? Просто компьютер, ну так, просто для видимости сделано. Здесь оно что показывает. Так, это какой оператор? Терминал оператор. Это просто, видимо, для вида сделано. Ни к чему не сказать. У него не подселена вода. Давайте попробуем проплыть сквозь шторм. Честно, получится или нет? Нам нужен большой, максимальный ветер. Спаун цунами плюс максимальный ветер хочу. Ух. Ух. Там мегакула. Видели? Она была сзади. Куда она исчезла? Я врубил просто мегакулу. Вон она, видели? Охренеть. Что с ней? Так, а где у нас цунами? Давайте посмотрим, сколько остальных у нас спаунтся цунами. Пока непонятно. Сзади разворачиваемся полностью. Меняем курс. Ну, какое-то предупреждение. Ну, в идеале тут, конечно, нужно брать кораблем хотя бы в 3 человека. Да лучше всего 4, чтобы инженер еще был в отсеке, где двигатель находится. Всем можно было этим управлять. Так, идем прямо на цунами. Офиченно. Ну, блин, электроники напичкал. Чуваку очень много. Это так классно смотрится. Ну, прям, реально очень классный корабль. Не обманули. Так, ну, цунами не знаю. Пройдем, не пройдем. Но двигаемся в ту сторону. Какое-то предупреждение. Блин, какое там предупреждение опять? Да, проблема с батареей. Сломалась на хрене, смотрите. Шестеренка сломалась. Что на хрен происходит? Помню, я на акулу вырезался. Ага. Меня укусила акула там. Заглохла нафиг деться. Она мне повредила заднюю часть, к сожалению. У нас другая проблема. У нас цунами. Как не во время, господи. А где акула? Что происходит? Ну, что, осилим на месте? Охренеть. Вон, да, видите, внизу повреждение. Как у атаколы, к сожалению. Все нормально. У нас система стабилизации работы там подобная. У нас, походу, вырубили дверки. Что, видите, нафиг? Либо батарея полностью села. Либо вырубили дверки. Пойдем, мы глубим генератор. Пытаемся добраться. Так, я не понял, почему все заглохло? Да, трубились насосы. Слушайте, прям капец там. Да, двигатели все запущенные. Что у нас, пол генератора. Давайте пойдем посмотрим. По-моему, у нас сломались генераторы. Да, они просто уже не работают. К сожалению. Ёп! Ёп! Что происходит? Там, по-моему, акула нападает. Так. Что здесь? Здесь все включено. Да, вот почему у нас что не работает. Повредили пол кузова. Сзади. Нашей кармы, к сожалению. Да, ведь все удрубилось. К сожалению, игра крашнулась. Поэтому пришлось загрузиться в последнего сейфа. Давайте сейчас покажу, как это дело запускается. Если вдруг вы хотите посмотреть корабль, более серьезно там прибаваться с электроникой, я покажу, как он запускается. Еще раз показу. Мы идем вот в эту сторону. То есть во вторую палубу, нижнюю. Потом спускаемся в отдел пониже. То есть машинное отделение, где кухня. А нам нужна вот эта сторона. Дальше. Мы с вами идем следующим образом. Заходим сюда. Помпы сейчас вработать не будут. Сейчас мы эти нажимаем. Они не работают. Нам для этого нужно врубить сначала всю электрику. Электрика врубается вот здесь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дальше идете сюда и врубаете все насосы. Раз. Два. У нас три двигателя рабочих. Три. Потом возвращаясь обратно и врубаете следующую вещь. Врубаете первый двигатель. Все. Мотор запускается на минимальные обороты. Эта хрень не знает, что такое. Лучше не запускать, но потом проверите. Здесь также есть генераторы. И давайте их тоже включим на всякий случай. Дальше, в принципе, этого всего достаточно. Вы идете. Врубаетесь с компьютером, если хотите. С синим экраном Windows. Вот. Надо возвращаться. Но на первую очередь нужно врубить питание на мостике. Вот она врубается. Питание на мостике. Бат. Все загорается. Питание подключается. Загорелись все приборы. Отделься в капитанское кресло. Врубаем все статус-приборы. Автопилот нам пока не нужен. Хотя давайте пробуем автопилот, как и используется. Но очень просто, на самом деле, должен быть. Так. Давайте попробуем отплыть куда-нибудь. Ну, скажем... Девять тысяч на четыре тысячи. Куда это будет, не знаю. Сейчас посмотрим. Девять тысяч на четыре тысячи. Вбиваем автопилот. Здесь мы должны вбить, какая будет скорость у корабля. Скажем, 20 узлов. А здесь какой курс корабля? Градусы. Давайте сделаем, допустим, 50 градусов. Врубаем систему автогаза. Корабль пошел сгоняться. На нас идет акула, акула в это время. Видите, газ идет на максимум. Повороты тоже идет в левую сторону. Гребаная акула, чтоб тебя. Так, она должна быть больше масштаб. Вот такой. Это какая-то хрень, не знаю. А, ну-то меняется, я забыл, да. Вот акул. Давайте все-таки пойдем посмотрим на эту акулу. Очень хочется посмотреть. Куда она поплыла? В за текстуре? Но-но. По-моему, она ударилась и все. Вот, собственно, вот так вот очень просто вырубается корабль. Он максимально просто, сколько дел возможно. То есть, если вы захочете скачать, я ссылку оставлю в описании под этим видео. Вот такой-то морочный аппарат у нас имеет, смотрите. Прям очень круто. Ну, а вот если хотим по всем этом разбираться, в системах, там, затопления, вот, какие-то паластов, там, подобные, инженерные антики, ну, здесь все пока хорошо, слава богу. Или, допустим, в эти системы навигации, у нас не включено. Вот. То, милости прошу, заходите. Почему бы и нет? Пещать нам не надо. Подождите, человек опять пищит. Опять там батарея 6 закончилась. И у меня, друзья, опять вылетела игра. В общем, как видите, кровь и очка-то очень ворочена. Надеюсь, вам было интересно. Ваймбл-клауд. Ссылка в описании. Скачет, смотрите. А если будет крашится, я не виноват. Я его создавал. Ну, а дальше вы в следующих видео увидите карьеру. Всем всего хорошего. Пока-пока-пока.